Дорогие друзья, с вами канал DTOL и сегодня у нас на обзоре SkyForce Reloaded. Новая игрушка, ну как сказать новая, все мы знаем SkyForce, она уже давно бороздит топы App Store и Google Play. А сегодня у нас выпустили новую, ну скажем так, обновленную игру SkyForce Reloaded. Ну что же, здесь новая графика, новые самолеты, все по-новому. Ну приступим, приступим проходить, я уже прошел тренировочный круг и сейчас мы приступаем к первой миссии, поехали. И кстати говоря, эта игра требует хороших умений, хороших умений соцветоточенности, внимательности, потому что она довольно таки увлекательная и сложная. Ну не то что сложная, просто к ней надо привыкать. Надо привыкать вот, уворачиваться от всяких столкновений. Так, видите, вот эти вот крылья, типа апгрейды, их надо обязательно собирать. Обязательно собирать, вот я только что совершил ошибку, но собрал это одно крыло, оно дает нам бонусы в улучшении нашего оружия. То есть оно тюнит корабль, как и на прочность, так и на мощность пушек. Так, собираем жизни, взрываем самолетики. Обращаем внимание на все, что у нас движется, летит в нас, потому что это все-все отнимает жизни. А у нас самый-самый слабенький кораблик, самый такой хиленький. Любое попадание у нас забирает очень-очень много жизней. Вот эта пушка, например, если у нас попадет, точно нахер нас несет чертям. Воу, только что она попала, отняла 40 жизней. Это очень плохо, потому что за этим надо делом совсем очень сильно следить. Очень сильно. Нам срочно нужны жизни. Откуда у нас выпадают жизни, я не помню. Или они как-то рандомно выпадают. А, вот они выпали, кстати говоря, из этого танка. Это неплохо. Вот из танков у нас выпадают жизни. Ай-яй-яй, только что я посмотрел на эти звездочки. Кстати, звездочки, все нужно собирать, все нужно взрывать. Это все дает нам бонус, за который мы можем потом тюнить наш самолет. Так, вот здесь очень важный момент. Надо убить эти вертолеты, потому что они очень-очень мощные. Так, ну вроде бы, вроде бы мы немножко выбрались из такой же ворушки. Соберем монеток. Соберем апгрейды. Так, опять вертолеты. Вертолеты у нас так быстро прилетают. И не хватает мощности оружия, чтобы их всех разбомбить. Но будем по возможности. Нам главное сохранить жизнь сейчас. Сохранить жизнь, чтобы пройти дальше. И впереди нас ждет наверняка босс. Если судить по первой части. И он, видимо, скоро будет. Вот, мы можем еще поднимать людишек. Это добавляют нам оси. О, ну и вот наш вертолет-босс. Ну что? Что он будет с нами делать? Мочить нас из трех оружий. Тех оружий, который находится у него по бокам и по центру. И по ним нужно прям тактично четко попадать. Сейчас я этого не делаю, потому что я уворачиваюсь снарядом. А уворачиваться надо, поверьте мне. Потому что очень сильный урон. Очень сильный урон они наносят. Ай-яй-яй-яй. 72% холстов у нас. Надо не попадаться. Вот. Один снаряд, второй готов. Мы его постепенно... Я даже не смотрю, куда я стреляю, потому что я весь сосредоточен. Сосредоточен на этих снарядиках, которые летят. Вот сейчас их намного меньше. И мы можем прям прицельно вести огонь. Так, ну что? У нас осталось одно крыло. И еще один, еще один. Вот там показываются, кстати, его оставшиеся проценты жизни. Ну и все. И теперь полностью мочим вертолет. Он нас больше не стреляет. Поэтому мы, собирая звездочки, его фигачим прям по полной. Прям по полной фигачим его. Так, звезды, звезды, звезды. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Немножко я не собрал. Но ничего страшного. Главное, что мы его захерачили. Он весь упал. Вот, стейдж комплит. И мы собрали 116 звездочек. Кстати, расскажу сейчас, для чего они нужны. Для чего нужны эти звездочки. Потому что здесь есть меню, где мы можем протюнить наш самолет. Так, надо выполнить вход, получить 150 бонусов. Выполнить вход в Facebook. Но пока мы не будем ничего коннектиться. Потому что в будущем я взломаю эту игру. И покажу вам самый мощный самолет. Собственно, вот здесь вот, справа от кнопки старт. У нас есть такой самолетик со звездочкой. Мы в него заходим. Вот у меня уже 317 звездочек. Потому что я до этого пробовал немножко играть. Вот. Ну и что мы можем сделать? Мы можем сразу протюнинговать защиту. Главное оружие. Давайте приступим. А, ну видите, оно еще. Оно еще у нас и со временем тюнингуется. То есть надо подождать сколько-то секунд. Ну, мы и ждать не будем. Протюним его сразу, чтобы не занимать наше время. Хотя бы чуть-чуть. Хотя бы чуть-чуть мы подняли нашу защиту. И во второй уровень мы уже приходим такими более подготовленными. Так, идет загрузочка. Готовимся к следующему уровню. Собственно, любой уровень здесь начинается с более слабых противников. Дальше наращивается сила. И мы сталкиваемся в конце уже с боссом. Боссы все разнообразные. Это могут быть корабли, самолеты. Ну, я, конечно, тут не знаю, что нам предоставит. Конечно, игра. Она обновленная. Может быть, что-то интересное придумали, конечно. Надо проходить. Но сейчас мы пока на начальном этапе. Все увидеть мы не можем. Но будем проходить стремительно. Мне очень нравится эта игрушка. Она уже, если я не ошибаюсь, на рынке существует более 10 лет, наверное. Так, да. Потому что я помню еще совсем, когда мелкий был и не играл. Может быть, даже и больше. Напишите, кстати, в комментариях, кто помнит. Кто помнит, сколько эта игра уже нас радует своим геймплеем. Так, 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 самолетик с нашим апгрейдом. Собираем. Собираем апгрейд. Так, что-то я как-то чисто случайно завалил здесь всех снизу. И получил свои долгожданные жизни. Вот он, один апгрейд, второй апгрейд, третий апгрейд. Вот они, вот они пошли. Вообще мощно прям. Все, скоро у нас будет второй уровень. Если мы доживем до него. Опа, а у нас еще осталось собрать две жизни. Ой, какой-то у нас здесь, блин, самолеты вылетали сзади. И я наткнулся на них. Видите, тут нельзя прятаться. Прям в самом нижнем углу надо летать. И смотреть и сзади, и со стороны, и ворачиваться, и справлять, и собирать. То есть, ну, игра такая, разнообразная. Вот у нас какой-то мощный самбик. Вертик, точнее. Ах, ах, чуть не попал под струю его лазерную. Надо херачить, херачить, херачить. Херачить, херачить. Вот, видите, я его вовремя не вольну. И приходят еще кораблики. А, еще вертолетики. Вертолетики, вертолетики. Так, 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 маневрируем, маневрируем между вот этими всеми лазерными снарядами. Оп, 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 прям ювелирная точность. Так, приступим ко второму. Я даже не смотрю, куда он стреляет, потому что, блин, очень много этого всего. Прям даже не сосредоточишься на противнике. Так, все, что-то вроде свалил куда-то. Надо еще, кстати, помимо всего этого прочего... Ай-яй-яй-яй, пушка прямо справа вне у меня покалечила конкретно. Так, жизни, 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 есть, жизни, есть. Самолетик с апдейтом не улетаем, милый, дорогой. Не улетай, у нас еще остался, наверное, и один апдейт осталось. Так, опять у нас... Ох, черт, вот это да. Вот это да. Мы провалились. Ох, ничего себе. Новый рекорд, новый рекорд, звезды. Груди, здесь показывается количество всего того, что мы собрали и чего не собрали. И опять у нас реклама. Ну, конечно же, у нас есть платное приложение. О, даже мы выполнили цель. Выполнили цель, уничтожили. Ну что, мы сейчас прям сразу 70% уничтожили, что ли? Так, ну-ка посмотрим. Давайте оружие протюним. Быстренько. И будем опять ждать. И попробуем с вами еще раз пройти. Ну, видите, надо привыкать, надо тюнить самолет, чтобы он сразу всех разносил, чтобы у него были дополнительные орудия. Там куча всего и лазеры, и ракеты, и вообще много всего прочего, что можно сделать. И улучшить маневренность, и улучшить все-все-все-все-все. Ну, главное, конечно, это защита и пушка. Вот, мы сейчас пушку улучшили, и у нас сразу при старте вообще просто огненная пушка, которая нормально так все разносит, и нам не нужно корячиться по 10 минут, полить по всем, чтобы они сдохли. Ну, короче, все заключается в том, насколько протюнен ваш самолетик. Насколько он может быстренько, грамотно всех выносить. Потому что здесь уже с самого начала чувствуется, что такой прям сложный левел. Прямо надо его, чтобы я когда палец вот нашел от него, так тухнет немножко экран. Так, мячечку мы взяли. То есть вот эти апгрейды, они нам дают на время прохождения уровня новый левелап. Ну, то есть там они комплексно наверняка тюнятся и защиту. То есть мы их собираем и получаем левелап. Если без остановки проходить, я так понимаю, они сохраняются из уровня в уровень постепенно. Ну, и, конечно же, играть, собирать вот эти вот звездочки. Каждый уровень можно проходить в какой хочешь раз. В какой хочешь раз можно получать эти звездочки. Все те же самолетики летают. Ну, и все идет по одному сценарию в Кимске. Тут чисто вот на такой... Чисто на такой вот прохождении все это сделано. Так, что-то я не вижу, сколько у нас жизни. Что-то мне кажется, что очень мало. Так, эти пушки у нас стреляют в одну сторону только. Их можно угадать. Происторию полета снарядов. Вот, собрали еще одно улучшение. Вот тот вертолет. Ну, здесь начинается такое более сложное. Уже у нас мероприятие. Где надо прям конкретно следить за процессом. Но вертолет убили. Второй на подходе. Ай-яй-яй, жизни 23%. 23% и распыляет у нас эту гадость. Так, ну что, дорогие друзья, походу скоро мне придется. Ну, давай. Так. Где мы надо найти здесь, виденька? Кажется, пушки вот эти вот наземные дают. А нет, не все. А, вот. Вот они, моя жизнь. Вот они, вот они, вот они. Хотя бы 67%. Вот еще до сотенки. Играем, играем, живем, ребята, живем. Ну что, ну что, ну что у нас здесь? Я так понял, скоро будет босс. Мы на подлете. Его логово. Тоже. Силы вражеские подубавились немножко. Так, еще одна жизнь. Блин. Взял жизнь и напоролся, короче, на эти ракеты. Блин. Ну, короче, вот так вот, ребят. Вот так я провафлил. Но буду стараться. Буду улучшать свой скилл. Качаться, короче. И писать новые видосики. Спасибо вам за просмотр. Увидимся в следующем видео, когда я прокачаю полностью корабль. До встречи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok